Третья учебная четверть, пожалуй, самая любимая у школьников традиционно. В январе морозы официально разрешают ученикам оставаться дома. Так и в предстоящий понедельник утром, обещают синоптики, будет минус 30-32 градуса. В такие дни классы с 1 по 4 не учатся. Если же морозы будут ниже 35, дома остаются с 1 по 9 класс. И только в минус 40, 10 и 11 классники в школу могут тоже не идти. Тем не менее, преподаватели от работы не освобождаются. Официальной отмены занятий сегодня у нас нет в школах города Абакана. Все школы работают в штатном режиме. Если дети пришли, мы учебный процесс будем осуществлять. Можем вспомнить в эти дни о дистанционном обучении, когда мы можем быть на связи с детьми посредством электронной почты. Можем отправить задание и получить его в ответ. Приказ администрации Абакана лишь рекомендует школам, какую температуру можно считать безопасной. На окончательное решение все же принимают родители. Получить обморожение достаточно просто и детям, и взрослым. Ощущение бодрости и хорошего самочувствия в морозную погоду достаточно обманчиво. Кожа быстро теряет чувствительность. И получить обморожение первой степени можно в течение часа. Начало это в виде пощипования кожи, потом чувство онемения и потеря чувствительности. Это первые признаки. Не растирать ни в коем случае пораженные конечности, если это на улице происходит, снегом. Потому что мелкие кристаллы льда, которые находятся в снегу, они травмируют пораженную кожу. И дополнительно еще к тому, что вызывает дополнительное охлаждение снега, еще плюс инфицирование. О первых мерах при обморожении, пожалуй, знает каждый. Выпить теплый чай, закутаться в одеяло и ни в коем случае не греться алкогольными напитками. Заблуждение и то, что спиртом или водкой можно растираться. Тем не менее, ежегодно в больницу обращаются пациенты с обморожением. С начала 2016 года в Абакане таких пострадавших уже четверо. Двое мужчин получили травмы, будучи пьяными. А морозы только начались, причем самые сильные по прогнозам еще впереди. Мария Добрынина, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова